Дорогие друзья и просто зрители, я вас приветствую на своем канале. Видео сегодня начинается с красот нашего города. Сейчас мы с вами находимся на Русском острове. И я всем рекомендую, кто приезжает в наш город, здесь побывать. Итак, сегодняшнее видео посвящаем ценам. А то знаете, что-то давненько, давненько не было у нас на канале Авторынка Зеленый Угол и цен. Начинаем. Сегодня очень ветерно, поэтому разговариваю прямо в микрофон. Надеюсь, со звуком будет все отлично. Итак, ребят, если вам интересен мой канал, поставьте лайк. Вам не сложно, мне действительно будет приятно. Ну и у нас такие алгоритмы Ютуба. Больше лайков, больше комментариев, больше Ютуб продвигает наш канал. Мой телефон сейчас находится, точнее мой телефон находится под каждым видео в описании канала. Также вы его сейчас видите где-нибудь вот здесь. Давайте так, набираем с вами 3000 лайков и разыгрываем один осмотр автомобиля. Я совсем чуть не забыл. У меня есть второй канал, ссылочка на него сейчас находится тоже вот здесь вот наверху. Это мой второй резервный канал. Как только там набирается 10 тысяч подписчиков, мы сразу же с вами разыгрываем поиск автомобиля под ключ. Бесплатно. Бесплатно найдем вам автомобиль. Когда случится розыгрыш и будет победитель, срок получения приза будет неограничен. Вы можете воспользоваться сразу же, да, если вы ищете автомобиль. Можете воспользоваться через месяц, а можете воспользоваться вообще через год. Если вы до меня не дозвонились, пишите мне на WhatsApp. Если вы хотите, чтобы я проверил вам автомобиль, заходите на сайт drom.ru, копируйте ссылочку и отправляйте мне в WhatsApp. Не авито, не автору, а сайт drom.ru. Ну а теперь все-таки начнем и смотрим, что у нас происходит на втореньке зеленый угол. Так, первый автомобиль, который я вам хочу показать, Toyota Vitz. Объем двигателя 1 литр. Беленький такой красивый цвет, не знаю, как вам, да, но я все-таки предпочитаю светлые цвета. Это белый, белый, серый. 19-й год, стоимость автомобиля 835 тысяч рублей. Без литья, хорошая летняя резина, повторители, без ключевой доступ. Вот, хорошая комплектация. Дверные карты, пластик, тканевая вставка, множество кармашков. Аукционный лист есть. Значит, он идет. Три с половиной балла, окрас. Раз, два, три, четыре, четырех элементов. 71 тысяча пробег. Такое, знаете, приятное состояние салона. Рядом еще один стоит. Кнопка старт. Полный руль. Коробка передач, вариатор. Рядом стоит тоже 19-й год. По стоимости тоже 835 тысяч. Он идет. Четыре балла. Четыре балла, 67 тысяч пробег. Кузов идет весь целенький. Камера за него. Вид дохода, вижу, есть. Ну, кстати, вот вид, вид, обратите внимание, довольно такой объемный багажник у него. Кажу, сегмент подороже. Значит, Toyota Harrier. Восемнадцатый год. Два литра. Четыре воды. Пробег 20 тысяч. Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч рублей. Они есть гибриды. Есть трубовые. Есть передний привод. Есть автомобили четыре воды. Вот, Харьку, черный цвет идет. Литье у него такое вот нештатное, но красивое. Практически новое, вижу, летняя резина. Закрыт он. Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч. Также мы предоставляем услугу по поиску автомобиля без вашего участия. Вы находитесь дома. Мы подбираем автомобиль. Если нужно, его обслуживаем и отправляем. Работаем теперь по договору. Ребят, смотрите, что касается, да, когда автомобили есть на дроме, нет на дроме. Ну, в плане, все автомобили выставляются на сайдром.ру или нет. Вот какая-то там стоит, продается везель. Вот он только с таможней. И вот только сюда пригнали. Его еще не подготовили. Его на дроме нет. Но на рынке он уже стоит и продается. В четырнадцатый год. Один миллион четыреста пятьдесят тысяч. Четыре балла. Шестьдесят две тысячи. Пробег на автомобиле. Штатное литье. Практически новая летняя резина. Крутая комплектация. Состояние снизу. Вот видите, вот в таком состоянии пришел автомобиль из Японии. Его никто не подготавливал. То есть им займутся, все вот это по уходит. Минус автомобиля. Неудобно. Расположена ручка. Так же, как на свешерах. Ну, такая клевая трансформация салона. Мне нравится. Вот так. Номер кузова. Кому интересно, можете посмотреть статистику. Аукцион открыть. Шильдики есть о замене масел. Вот такой вот визер. Какой-то такой интересный стоит. Статное литье у него. Губа, обвес. 897 тысяч. Восемнадцатый год. Кастом GS. Четыре балла. Аукционный лист него. Даже два их стоит. Вот тоже такой автомобиль. Набирает, набирает популярность. Крышка багажника. Здесь идет пластик. Объем двигателей 1 литр. На этих автомобилях. Та, дивите, шторочки. Подсветка, вижу, светится. Такой усовершенствованный большой кей-кар. Две двери у него. Лежит, как я понимаю, штатный коврик. Ветровички есть. Кнопка старт. Естественно, четыре стеклоподъемника. Друзья мои, многие задают вопрос, есть ли кондиционер в японских автомобилях. Они есть везде. Во всех. Аукционный лист. Четыре балла. Один крашеный элемент. W. 105 тысяч пробег на автомобиле. Мне прям нравится здесь состояние салона. Огромный магнитол. Магнитола. Кстати, люди, довольно много людей на рынке. 105 тысяч. Полный руль. Крус-контроль. Управление дисплеем. Кнопки открывания дверей. Ну, в принципе, здесь есть все, да, для комфортной езды. Что вам еще одного вица показать? Восемнадцатый год. Четыре ВД. Это идет 1,3. Аукцион четыре балла. 990 тысяч. Ну, знаете, такой необычный в плане комплектации. Посмотрите, как плотничком машины стоят. Значит, у него туманки, фара идет, линза, литишка. Резина и лето. Хром. Ручки. Вот это вот. Это идут чехлы. Чехлы. Но по чехлам идет комбинированный салон. То есть идет кожа. Вот такая вот оранжевая. А, это тоже чехол, да. Чехол, ребят. Коврики. Необычная комплектация у него. И, что немаловажно, 4 ВД. Плюс 1,3. Четыре балла. 113 тысяч пробег. Он идет на климате. Кнопка старт. Ну, сейчас с другой стороны обойдем. Покажу со стороны водителя. Бесключевой доступ. Тоже есть шильдики о обслуживании автомобиля, о замене масел. Машину недавно получили, поэтому документов на автомобиль еще нет. Вот, дали ключи. Дали ключи. Смотрите, идет два ключа и идет японский автозапуск. Миллион девятьсот девяносто тысяч стоит автомобиль. Тоже приятно. Вот люблю, люблю смотреть, проверять, покупать машины, когда вот они чистенькие, аккуратненькие, ухоженные. Люблю, когда с Японии машины приходят чистенькие. Прям приятно находиться в автомобиле. Давайте немного захвачу кейкаров. Шестнадцатый год. Кастом это N-Wagon 718 тысяч. 708 тысяч. Синенький. 718. Шестнадцатый год. Черный четыре балла. Белый. 638. Четырнадцатый год. Кастом четыре балла. Здесь и бальные машинки. 638 тысяч. Есть фит. Предыдущий кузов старенький. Одиннадцатый год. Гибрид. 748 тысяч рублей. Солью. 4WD. 835 тысяч. Тоже постоянно вот эти вот машины спрашивают. Так же мы возим автомобили с аукционов Японии. Есть конечно же плюсы. Плюсов больше. Есть минусы. Плюсы повторяюсь еще раз повторюсь. Больше. Есть или нет разницы в цене? Да, она есть. Но хорошая разница ощущается на автомобилях стоимостью более 1 миллиона рублей. Ну, примерно, да. На менее дорогих автомобилях разница будет. Разница будет в качестве. В суммах. Ну, в деньгах, да. Не особо. В общем, за более подробной информацией обращайтесь в WhatsApp. Дам консультацию. Конечно же, есть услуга подбора автомобиля вместе с вами. Когда вы приезжаете, мы встречаемся с вами на авторынке. Выбираем вам автомобиль. Но тут, друзья мои, записываться нужно обязательно заранее. Записывайтесь, пожалуйста, за 3, за 3, за 4 недели. Всем спасибо, кто сейчас нажал на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мой телефон вы сейчас видите наверху экрана. Сейчас покажу вам один из примеров подбора автомобиля, когда вы приезжаете. Пример подбора. Пример подбора, когда человек приезжает. Прошли по рынку. Выбрали лучший автомобиль в наш бюджет. Итак, это Toyota Vish. Изначально запрос был Shuttle. Бюджет был 1 миллион 200 тысяч. Но стало ясно, что то, что, скажем так, нужно, не найдем. Переключились на Vish. 2012 год, рестайлинг. Красивый цвет. Мне цвет этот, а нравится. 4 балла, пробег 26 тысяч. Салончик. Вот реально в машине, знаете, пахнет прям... Набьем. После поиска автомобиля, по необходимости, если вам нужно, едем машину обслуживаем, меняем масла, фильтра, покупаем резину, делаем ключи. Обклеиваем автомобиль. Находимся с вами. Это передний привод. Шультик о замене масла, масел есть. Кстати, вот здесь масло менять не будем, скорее всего. Наверное, обклеим. То есть делается анализ всего рынка. И выбираем лучший. Нашел еще вот такой вот интересный автомобиль. Это Игнис. 1 миллион 59 тысяч. Посмотрите, как оно смотрится. 2017 год, 4WD, гибрид, комплектация F-Limited, кожанок, короче, есть все. 4 балла, 127 тысяч пробег. Есть, конечно же, автомобили подороже. Toyota Land Cruiser Prado 2,7. 2022 год, 4 миллиона 389 тысяч рублей. Рядом стоит Forester. Экстичный турбо. 1 миллион 929 тысяч. Автомобиль 2018 года выпуска. 4 балла, пробег 123 тысячи. Купились пробоксы. Данный вариант это гибридная версия. 2019 год. Полная комплектация TX. Отличное состояние. С юга Японии, без коррозии. Задний диван с подголовниками. Туманка, литье. 990 тысяч рублей. То есть они из гибриды. Они из передней привод. Есть автомобили 4WD. Представляете, пробокс гибрид. Но это такой чисто рабочий автомобиль. Хороший, надежный, неприхотливый в обслуживании. Рабочий автомобиль за разумные деньги. И опять же возвращаемся к теме. Потому что не все автомобили есть на сайте. Вот, пожалуйста, пригнали пробокс. Пробокс на троне его нет. Но он стоит. Стоит вот здесь, подается. Вот его только забрали. Только пригнали. По стоимости он 980 тысяч. И он идет 4WD. 19-й год. Сиенто гибрид 1 миллион 145 тысяч. Что касается корейских автомобилей. Они на рынке есть. Но, знаете, нет такого, что их много. И есть прям огромный выбор. Машины есть, но... Я это, знаете, называю штучный экземпляр. То есть, здесь небольшой пятачок. Там небольшой пятачок. Основная масса, конечно же, это вот на рынке находится автомобиль из Японии с правым рулем. Но потихонечку, потихонечку, потихонечку Корея как бы тоже начинает появляться на автомобильном рынке зеленого угла. Сегодняшнее видео подошло к концу. На сегодня закругляемся. Благодарю всех, кто посмотрел видео до конца. Кто из зрителя перешел в подписчики и не забыл поставить лайк. Кстати, это еще не поздно сделать. Всем пока, друзья!